Приветствую всех и вся, Ютуб! Как вы думаете, что получится, если смешать хоррор и драйвовый экшен? А я вам сегодня об этом расскажу. В массовой культуре уже не первый год эксплуатируется образ невинного дитя, которое на деле оказывается жутким монстром, и это правда работает. Если заинтересовались, поддержите видео лайком, подпиской на канал и комментарием. Не стесняйтесь выражать свое мнение. А сейчас спрячьте свою катану в ножны от греха подальше. Знакомьтесь, королева хероптеранов Сая Атанаси из аниме и манги Кровь плюс и Кровь последний вампир. Также я благодарю Дмитрия Ведерникова за помощь в создании данного видео. Ну и начнем. Сая – это обычная девочка 16 лет, с румянцами юности на щеках. Ее рост составляет всего 158 сантиметров, а вес около 40 килограмм. Она имеет черные волосы. Прическа несколько раз меняется за время всего действия. В отличие от своей сестры Дивы, Сая имеет слегка смуглую кожу ввиду чистого и долгого пребывания под солнцем. С глазами все интересней. В обычном состоянии они выражены карии. В моменты, когда Сая кормится кровью, трансформируется в форму хероптерана или ощущает поблизости присутствие своей сестры Дивы, ее глаза меняют цвет на кроваво-алый и ярко светятся в темноте. В форме хероптерана Сая старается сохранять человеческие черты, насколько это возможно. Но ее глаза, наливаясь кровью, сужаются и растягиваются, при этом зрачок вертикально сужается. Ее губы темнеют, становясь ярко-алыми, а ее ногти удлиняются и становятся прочными, острыми, словно бритва когтями. За время жизни во Франции Джоэль избаловал Саю. В результате она стала непослушной, эгоцентричной и грубой. Она сама считает, что это влияние ее сестры Дивы. Впоследствии Хаги научил ее состраданию и заботе о других. В конце концов, Сая выросла умной, доброй и веселой девочкой. После того, как она случайно помогла мстительной и кровожадной сестре бежать из башни, где она была заперта, а также случайно обратила Хаги в своего раба, вдобавок узнав правду о своей ранней жизни и нечеловеческой натуре, Сая утратила свою жизнерадостность, стала более серьезной и начала испытывать муки сомнений и вины. После потери памяти она год жила на Окинаве, снова создав себе образ милой и заботливой девочки. Хаги как-то даже назвал ее плаксой и обжорой. В то время Сая и правда много ела. И была очень эмоциональной. Однако, по словам ее школьной подруги Каори, сколько бы Сая ни объедалась, она никогда не поправлялась ни на грамм. Возможно, постоянный голод был связан с недостаточным потреблением крови. Грубо говоря, Сая ела совсем не то, что надо. В то время ее мучила необъяснимая амнезия. Однако, как только Сая оказалась в опасности, а друзья стали погибать от рук хероптеранов, было и воспоминания, и навыки стали быстро возвращаться к ней. После того, как ее воспоминания вернулись в полном объеме, она сломалась и вновь стала жестокой. Сая приняла тяжелое решение — обязательно прикончить свою сестру Диву, чего бы это ни стоило. Посвятить свою жизнь истреблению всех хероптеранов. И, наконец, убить и себя, чтобы навсегда избавить мир от этой угрозы. У Саи есть плохая привычка видеть мир в черно-белых цветах. Она совсем исключает возможность существования оттенков серого. Даже несмотря на то, что она сама является королевой хероптеранов, она считает, что они все должны быть истреблены. Во многом такое категоричное отношение обусловлено болью, доставленной этими существами, после убийства приемной семьи Саи и ее друзей. В то же время она свято верит, что красные щиты просто воюют против хероптеранов, отражая их атаки. Через год после смерти Рику Саи предстает более угрюмой и озлобленной. Вернув свои воспоминания, Саи взамен утратила надежду на будущее. Она старается действовать в одиночку, не принимая помощи ни от кого, особенно от Кая и прочих членов красных щитов, не желая терять еще больше дорогих людей. Помощь она принимает только от Хаги, поскольку считает, что это обязанность их двоих. В конце концов, Хаги был ее первым и самым верным порабощенным, а также ее любовником. В дальнейшем, видя соотношение сил, Саи приходится постепенно соглашаться на помощь друзей. В последнем эпизоде она наносит Диви смертельную рану, а также убивает ее детей и готовится прикончить и себя. Но после признания в любви Хаги, Саи вдруг понимает, что все-таки хочет жить. И надежда на будущее все же есть. Саи – многосторонне развитая личность. За свои 173 года жизни она овладела многими навыками. Пока она жила во Франции, обучилась игре на скрипке и виолончели. Причем овладела этими инструментами на профессиональном уровне. Она даже обучала Хаги, когда он был еще ребенком. К сожалению, за время основного действия она редко берет в руки смычок ввиду неспокойного времени. Чаще ей приходится держать в руках меч. Саи также преуспела в спорте. За время жизни на Окинаве она увлеклась прыжками в высоту. В каком-то роде это зов инстинктов, ведь в форме Хероптерана она запросто может в один прыжок заскочить на крышу многоэтажки. Главный прикладной боевой навык Саи – это фехтование. Осваивать его она начала еще во время жизни во Франции. В итоге она владела разными видами оружия, начиная от шпаги, заканчивая катаной, ставшей впоследствии ее любимым оружием. На момент начала сюжета Саи страдает от амнезии и берет меч в руки, словно в первый раз. Однако стоило ей пустить клинок в дело, как мышечная память быстро вернула ей былой навык. Имея тело девочки-подростка, Саи обладает силой, во много раз превосходящей человеческую. Глядя, как она разделывается с могучими Хероптеранами, Кай однажды в шутку назвал ее убийцей драконов. Стоит отметить, что по силе Саи уступает своей сестре Диви, потому что избегает питания кровью. Без острой нужды она отказывается пить кровь даже у Хаги. Нехватка крови ослабляет ее способности. Помимо силы, Саи обладает аномальной скоростью движений. Эта способность очень выручает ее при использовании катаны. Про прыжки в высоту мы уже упоминали. Саи может прыгать с любой высоты, приземляясь без какого-либо ущерба. Как и сестра, Саи владеет телепатией. Она имеет очень обостренные чувства и рефлексы. Способна ощущать поблизости Хероптеранов и Диву. Но по неизвестной причине не может чувствовать ее рабов. Минус в том, что это работает и наоборот. Дива тоже ощущает свою сестру. Будучи Хероптераном, Саи способна мгновенно исцелять себя от большинства не слишком тяжелых ран. Являясь королевой, она может использовать свою кровь как целебное средство, исцеляя других людей. Однако у такого исцеления есть один минус. При попадании крови королевы Хероптеранов в человека, тот обращается в шевалье. Или другими словами, в раба-владельца крови. Эта способность присуща только королевам. Такими обращенными стали Хаги и Рику. Кровь Саи вернула их к жизни, но превратила их в шевалье. Саи не стареет, по факту ей минимум 173 года. Однако она сохраняет облик 16-летней девушки. Эта особенность присуща и ее шевалье. Старение их тел останавливается на том возрасте, в котором они были обращены. Отрицательной особенностью является возможное снижение ее способностей. По непонятным причинам, после того, как у Саи появился первый шевалье в лице Хаги, она стала периодически впадать в гибернацию. Каждые несколько лет бодрствования стали сменяться 30-летним сном. Незадолго до наступления спячки она ощущает падение сил и периодические приступы обморока. Одна из самых грозных способностей Саи – это режим Берсерка. Как правило, она впадает в это состояние, испив кровь Хаги. В режиме Берсерка усиливаются все способности, обостряются рефлексы, увеличивается устойчивость к ранам. Саи становится максимально агрессивной и жестокой, и в боевом угаре может атаковать даже союзников. В режиме Берсерка она способна вообще без проблем рывать хероптеранов на куски голыми руками. Каждый раз режим Берсерка сменяется осознанием произошедшего и последующей депрессией. Еще одна способность Саи и ее сестры – это кристаллизация. При смешивании крови Дивы и ее сестры она кристаллизуется, тем самым убивая того, в чем теле находится. Это распространяется на всех, в ком течет кровь королевы хероптеранов. Так Саи кристаллизовала шевалье Дивы. Фирменным оружием Саи является японская катана с небольшим углублением вдоль всего лезвия. Уколов себя концом лезвия, Саи наполняет канал внутри клинка своей кровью, делая меч фатальным для всех хероптеранов. В бою против Амшела Голдсмита меч был сломан. Впоследствии Дэвид подарил ей новый меч, имевший в основании лезвия алый кристалл. Это символизировало ее членство в рядах организации «Красный щит». Этот кристалл является частью тела Джорджа Миягуску, который был кристаллизован и убит Саи, пожелав избежать участи превращения в хероптерана. А сейчас пара слов о том, с чего же все началось. В 1833 году во французском городе Бордо, в старинном замке, имевшем кодовое имя «Зоопарк», двое ученых Джоэль и Амшель скрыли древнюю хероптеранскую мумию, доставленную из Ирландии и имевшую кодовое имя Сая. Они извлекли из трупа два кокона по форме напоминающих яйца. Коконы нельзя было открыть никаким усилием, нельзя было разрушить или разбить. Однако вскоре они начали кровоточить и после этого вскрылись, явив взгляду ученых пару человеческих младенцев. Младенцы были близнецами, девочками. И тогда Джоэль и Амшель решили провести социальный эксперимент. Младенцев разделили, и Амшель запер младшую из них в башне, чтобы ставить над ней разного рода эксперименты. В то время как старшей девочке Джоэль дал имя Сая и воспитал ее как обычного человека. Так и родилась Сая Атанаси. Обе девочки содержались в зоопарке. Джоэль обращался с Сайей как со своей дочерью. В то время как ее сестра, до сих пор оставаясь без имени, была заперта в башне. Сая жила в роскоши, как принцесса, и получала все, о чем просила. Она обучалась фехтованию и музыке. Она послушно, регулярно принимала лекарства. По словам Джоэля, это было нужно, чтобы оставаться здоровой. Лекарство было густым, темно-красным, с ярким привкусом железа. В 1863 году Сая впервые увидела свою сестру. Девочки подружились, и Сая поклялась помочь сестре выбраться. Она дала ей имя Дива из-за ее пения. В будущем у нее появился знакомый юноша по имени Хаги. Тогда же Сая узнала, что ее лекарство – это кровь, а ее собственная кровь – целебная. На 72-й день рождения Джоэля Сая освободила Диву, а потом нашла умирающего Хаги, упавшего со скалы. Она дала ему свои крови, создав этим самого первого в мире шевалье. Затем она поняла, что натворила, найдя убитого Джоэля. Сая и Хаги решили посвятить своей жизни поиску Дивы и истреблению хироптеранов. В этом деле они запросили помощи у организации, основанной Джоэлем – Красный Щит. В 1918 году, сразу после Октябрьской революции, они выследили Диву в Российской империи, где она пряталась под видом княгини Анастасии Николаевны. Благодаря своим шевалье Дива сбежала. Много позже, в 1972 году, во время Вьетнамской войны, агенты Красного Щита пытались разбудить Саю, введя ей кровь Хаги, чтобы она помогла отбиться от хироптеранов. Это было ошибкой. Тогда и выяснилось, что введение крови Хаги включает у Сая режим Берсерка. В итоге были жестоко растерзаны и хироптераны, и агенты Щита. Затем она вернулась в сон. И представитель Красного Щита Джордж перевез ее в Японию и склеп Миягаску. В следующий раз Коконсайи вскрылся в 2004 году. И она снова пробудилась, потеряв память и мучаясь амнезией. Там ее и застал Джордж, и едва не пристрелил, прежде чем увидел ее улыбку. В последствии он усыновил ее. Так она начала свою новую жизнь в Японии, где и берет начало сюжет аниме Кровь Плюс. А на сегодня все. Если вам понравилось видео, дайте это знать лайками и комментариями. И тогда мы более подробно разберем эту вселенную и ее персонажей, а также детали сюжета. Берегите себя, смотрите хорошее аниме, до встречи в следующих выпусках, всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok